Вы сдаете документы на реабилитацию, правильно я так понял? На получение усоверения о реабилитации. Расскажите, пожалуйста, когда вы сдали, когда вам обещали эти документы сделать? Сдаете ли вы за себя или за своих родителей? В общем, за реабилитацию будем говорить так вот. Я сдал документы недели три назад. Родители у меня умерли уже. Получается так, что пришел сначала записался. А какого числа что, толком не говорят. Здесь толпа идет, все это как-то неправильно ведется. И вот получается так, что я пришел опять все это проверять. Телефон номер есть. Звоните, звонишь, телефон не берут. Получается нагрузка. С работы уходишь, свои проблемы не можно решить. И за это каждый день надо сюда приходить смотреть. Второе. Можно же было это сделать так, чтобы местные советы, районные, межелицы, депутаты у нас есть, чтобы они собрались с этого поселка, района, документы. И один человек привез бы, это все сделал бы. Когда-то получать или что-то, когда прийти и все это сделать. А этого же не делается у нас. Вот народ гоняет с бабушки, дедушки, мучаются в воздействии, толкаются. Это сегодня хорошо, здесь спокойно. А те дни друг другу чуть морды не били, говорят. Зачем? Да это каждый день. Это просто сегодня спокойно здесь. А почему вот это вот не могут? У нас есть межелицы, Курултай. Почему они не ведут эту работу? Местные депутаты. Так они же должны командовать, чтобы в районах, в поселках собрали это. Один человек пришел, сдал, сделал. И люди были довольны, не мучились бы вот так. Зачем это делать, вот такие вот ажиотажи, мучения? Почему вот так делается? То есть получается сама по себе инициатива хорошая по реабилитации, но то, как она организована, это очень неправильно. Вот у наших организаторов, будем говорить, рыба с головы гниет. Правда? У нас есть межелицы, у нас есть местные межелицы. Почему они плохо работают? Мы же их избирали. Для чего мы их избрали? Тогда они не нужны тогда? Зачем? Деньги получать или народ обманывает? Вот это вот, узнать должны у людей. Все недовольны приезжают, бабушки, девушки, с колхоза, с деревень. Зачем так мучить детей? Мы мучаемся во все времена. Депортировали, мучились, строились. Сюда приехали, строимся, мучаемся. Сюда приходим, что-то какую-то копейку получить. Опять мучимся. До каких пор нас будут свои же уже мучить? Не говоря уже там кто-то, Россия или Украина. Что нам за 23 года? Никто ничего не сделал. И делать не будут, пока мы сами не будем делать. А какую-то нам хотят помощь оказать, и то нам делают нагрузку. Можно же это решить. Вопросы легко. Удобно для людей. Почему европейские страны так легко все это делают? Почему мы, как воссалы, сейчас даже на стране живем? Вот это надо решить. Сегодня такие же проблемы с паспортами. Зачем так же делать, ажиотаж с паспортами? Можно же так же решить, ажиотаж с паспорта сообразить. Ну, когда получат, придет, распишется бабушка, дедушка, кто-то там. А? Вот это надо решить. Чтобы людям облегчение сделать, а не делать, загонять в тупик людей. Конец, концом, уже надоело всем это.